В медицинских учреждениях дети, как правило, испытывают волнение перед посещением врача. Чтобы разнообразить досуг ребятишек во время ожидания приема, в поликлиниках Московской области организовали «Добрую комнату». Проект «Единая Россия. Добрая комната» будет развиваться. Региональное отделение наше решение приняло. Надеюсь, что это поможет создать настроение здесь. В Южной поликлинике состоялось торжественное открытие детской игровой комнаты. Как известно по статистике, каждый ребенок раз в год посещает медицинское учреждение. Всего это более миллиона двести детей по всему Подмосковью. И, конечно, хочется, чтобы даже в медицинском учреждении у ребенка была улыбка, хорошее настроение. Добрая комната укомплектована детской мебелью, теплым напольным покрытием, игрушками и наборами для творчества. Особый элемент интерьера – яркие стены с изображением сказочных персонажей. Бывает, ждешь приема и время надо где-то провести, чтобы деткам было интересно. Также в помещении предусмотрен пеленальный столик. Для Нателлы Мастерковой, мамы, грудного малыша это особенно важно. Нужно место для того, чтобы где-то можно было и даже подгузник тот же поменять. Ну, приходится, то есть, как бы сказать, ребенка положить. Вот, это необходимо. Инициативу создания детской комнаты в Южной поликлинике поддержали члены торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Торгово-промышленная палата не осталась в стороне и, в общем, всячески помогает реализации данного проекта. Я хочу было ударить и администрацию, и депутаты Государственной Думы, и больницу, руководители больницы за участие и реализацию этих проектов. Открытие добрых комнат планируется и во многих других медицинских учреждениях муниципалитета.